20 случаев падения детей с высоты зафиксировано за этот сезон в Чувашии. 5 из них со смертельным исходом. Очень часто дети подходят к открытому окну из любопытства и уже через секунду происходит непоправимое. Трагедии случаются, несмотря на то, что в квартире находятся взрослые. Моя коллега Татьяна Трофимова выясняла, как можно уберечь себя и своих близких. Окна в квартирах – серьезный источник опасности для маленьких непосед. Дети слишком любопытные и слишком неопытные, чтобы оценивать риски. На данный момент на рынке множество устройств защиты от самых простых до достаточно сложных. Расскажем о самых распространенных блокираторах окон. В комплекте с этим идут саморезы для установки, графитовый наконечник для отметок, ключ, чтобы закрыть окно на замок. Одна часть блокиратора крепится непосредственно к окну, ответная – к раме. Закрыв ключом, мы теперь не можем открыть эту створку на распашку. Мы можем только откинуть на проветривание. Все. Теперь мы обезопасили себя и своих детей. Открыв замок обратно, мы точно так же пользуемся створкой. Эти небольшие детали могут спасти жизнь ребенку. Стоит ли раздумывать, ставить блокиратора на окна или нет, когда речь идет о безопасности ребенка. Тем более, что стоит эта безопасность всего несколько сотен рублей. Если в прошлом году были единичные случаи заказа блокираторов окон, то в этом каждое четвертое-пятое окно идет запирающими устройствами, говорят менеджеры одной из фирм, производящей окна. Мои коллеги, родители шестилетней Даши Шоклевой, блокиратора установили вместе с новыми окнами, когда дочка еще толком ходить не умела. Так сказать, на вырост. Окошко не открывается, Настя, потому что его закрыли на ключ, а ключ спрятали. Чаще всего люди оставляют окно открытым, когда они сами дома с ребенком. Но это не спасает. В большинстве случаев в квартире находились даже не по одному взрослому. Однако ребятам хватило нескольких минут, чтобы влезть на подоконник. Москитная сетка создает у малыша иллюзию заграждения, но она не способна выдержать даже такой маленький вес. Если же окно с блокиратором, родителям не требуется постоянно держать свое чадо в поле зрения. Спокойно совершенно, когда ребенок один в комнате, знаешь, что никто без тебя окно открыть не сможет, и все хорошо. Окно открывается только в режим проветривания, на распашку не открывается. И он открывается только взрослыми при помощи вот такого специального ключа. Думать, прежде всего, о безопасности детей и на все возможные окна, которые могут быть только в квартире, которые могут открываться детьми, на кухне, спальне, на балконе, мне кажется, должны обязательно стоять такие вот блокираторы. Поставить блокираторы можно не только на новые окна, но и на старые. Причем не обязательно искать фирму-изготовителя. Можно обратиться в ту, что ближе. Установка блокиратора займет пять минут. И не забудьте спрятать ключи в недоступное для детей место. Как это сделал Андрей? Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Алексей Сусликов, Республика.